Всем привет! Это подкаст «Что нового?» и мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас, а помогают нам в этом эксперты и авторы новой газеты. 5 декабря ОВД-инфо, тут мы вынуждены сказать, что они внесены в реестр иностранных агентов, исполнилось 10 лет. Только за последний год работы ребята из правозащитной организации 721 раз выезжали в отделы полиции, подали 648 жалоб в ЕСПЧ и приняли 60 тысяч звонков на горячую линию. Вообще, в ОВД-инфо вы можете получить правовую помощь в суде, узнать, как правильно составлять апелляцию, прочитать инструкции, что вообще делать, если вы сталкиваетесь с задержаниями и любого рода политическим прессингом. За 10 лет ОВД-инфо стала одной из главных правозащитных организаций и даже медиа в России. Но сейчас они находятся в одной из худших ситуаций за время существования. Их генеральный партнер, Мемориал, тут мы снова должны сказать про то, что они иностранные агенты, находится под риском ликвидации. А еще и самих ребят из ОВД-инфо недавно признали иноагентами. Как такая нишевая структура стала одной из главных общественных организаций в России? Что происходит с работой ОВД-инфо сейчас? И как изнутри вообще выглядит эта работа? Обо всем этом поговорим сегодня. ОВД-инфо – это микс медиа и правозащитного проекта. Мы работаем как информационное агентство по всем кейсам политических преследований. И одновременно работаем с ними на юридическом уровне, на активистском уровне, компаниями и так далее. И из этого всего развиваем аналитику и различные предложения по изменениям ситуации здесь, сейчас и в будущем. Это лучшее сообщество на Земле, которое включает в себя нашу замечательную команду заряженных волонтеров, исключительно профессиональных адвокатов, доноров, которые нас поддерживают и просто всех сочувствующих. Для меня, наверное, ОВД-инфо – это стабильность, как ни странно, потому что я работаю с горячей линией довольно плотно. И я понимаю, что вот наша горячая линия, она действительно работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сейчас вы услышали голоса трех наших сегодняшних гостей – Гриша Охотина, Леони Драбкина и Даши Моторе. Сперва мы покажем вам мой разговор со основателем ОВД-инфо Гришей Охотиным. Привет, Гриша! Привет! 10 лет назад, 5 декабря 2011 года, это ваш день рождения. Как вы появились? При каких обстоятельствах? Эта история прямо уже рассказана в СМИ тысячу раз. Она была достаточно эмоциональной. Тогда задержали на митинге на Чистых Пудах, известном большое количество моих друзей и коллег. И вместе с моим другом Даней Белинсоном мы решили собрать эту информацию и попытаться как-то их освободить. В результате чего всю ночь ездили по отделениям полиции, собрали первый, собственно, список задержанных ОВД-инфо и опубликовали его на журнале «Большой город». А на следующий день как-то нам стало понятно, что есть такая проблема, на нее есть спрос, и мы знаем, как ее решить. И решили сделать ОВД-инфо. С какими сложностями вы столкнулись на этих первых этапах? На первых этапах это была совершенно волонтерская эмоциональная инициатива. Особых сложностей не было. Но, пожалуй, сложность была в том, что все готовились к большому митингу на Болотной площади 10-го числа. Мы успели сделать сайт, успели сделать горячую линию, успели найти волонтеров, которые были вместе с нами, мониторили эти задержания. И, как, наверное, слушатели «Новой газеты» помнят, 10-го декабря никого не задержали. Это была главная сложность на первом этапе, но нас это не демотивировало. Мы понимали, что при прессе задержания никуда не уйдут, и надо этим заниматься. Ну вот, они никуда не ушли. Прошло 10 лет. ОВД-инфо в 2011 году и ОВД-инфо в 2021 году. Как изменилась ваша, может быть, роль, миссия? Как вы это оцениваете сейчас? Она всерьез не изменилась. Мы как тогда понимали, что информация защищает, и если есть информация, то все остальное приложится. Так оно есть и сейчас. Мы прежде всего информационный проект. Просто мы стали очень большими. У нас куча разных направлений, и уже не только информационных. Мы профессионализировались. Мы по-прежнему волонтерский проект. У нас 3000 активных волонтеров. Но у нас также большая команда, около 85 человек, которые работают каждый день. И да, мы профессионализировались не потому, что мы так этого хотели, а потому что действительно репрессии только нарастали и ужесточались, и необходимость в том, что мы делаем, растет. Да, да, да. Вот как бы вопрос был у меня такой. Как такая нишевая, казалось бы, инициатива, совсем волонтерская, просто там друзей хотели вытащить, да? Она переросла в одну из главных, ну, я, наверное, не побоюсь этого слова, каких-то основных сейчас общественных организаций, даже медиа в России. Вы ожидали вообще, что это будет так, что через 10 лет вас будут называть вот так? Ну, конечно, не могу сказать, что мы все предвидели, но мы понимали в узкой нише политических задержаний, на фоне болотных протестов, несмотря на то, что они как бы проходили достаточно гладко, мы понимали, что это тема, и она никуда не уйдет, и, наоборот, она будет возрастать. Мы понимали, что болотные или белоленточные протесты — это круто, но ситуацию они не изменят, и репрессии будут нарастать, и это будет центральной проблемой ближайших лет. То, что это проблема на 10 лет, честно говоря, 10 лет назад горизонт планирования у нас уже был довольно далекий, но мы рассчитывали, что за 10 лет что-то принципиально изменится, оно изменилось не принципиально, все только ухудшилось, но не улучшилось. Как вы сейчас видите будущее? Мы всегда мыслим стратегически и вдолгое. Мы понимаем, что в ближайшие годы будет развиваться одновременно две тенденции. С одной стороны, будет все больше репрессий, и они будут распространяться на все более широкий круг людей и активностей, включая культуру, просвещение, образование, совсем не только гражданский активизм и политику. С другой стороны, мы видим очевидный тренд на усиление гражданского общества. Несмотря на все давления на СМИ и НКО, мы видим за эти 10 лет отличный внятный тренд на то, что больше людей вовлекаются в общественную движуху, ценности прав человека становятся все более и более популярными, и все больше и больше, собственно, у общества спрос на изменения, которые государство не способно пока удовлетворить, а вместо государства это делают гражданские проекты и НКО. Поэтому есть позитивный пренд, есть негативный. Вот что мы видим, и мы планируем быть частью обоих трендов. Но вам это всеми силами не дают делать. Как, например, недавнее признание вас иноагентами. Насколько сильно, наверное, такой вопрос более уместен, оно повлияло на вашу работу? Конечно, это влияет на нашу работу, это делает ее более сложной, потому что это черная метка, которая сигнализирует и всем государственным органам, и чиновникам, что с нами не надо иметь дело, а можно на бот атаковать, и вселяет в страх каких-то партнеров, каких-то людей вокруг нас. Но в целом у нас очень ценностно ориентированное сообщество и ценностно ориентированные партнеры, и, естественно, команда. Поэтому никто как бы не испугался, и никто не планирует прекращать, как и 100 тысяч наших частных доноров тоже не стали из-за этого от нас отписываться. Но, естественно, это и суды, и различные ограничения, и снижение медиакавериджа, это новый челлендж, с которым мы справляемся и справимся. А как вас затрагивает возможная ликвидация мемориала? Это более серьезная история, потому что правозащитный центр мемориала у нас ключевой партнер, с которым мы много чего вместе делаем, прежде всего юридические дела и жалобы в ЕСПЧ. И правозащитный центр мемориала помогает нам инфраструктурно, что в том числе означает сбор донатов на поддержку наших совместных проектов. Поэтому ликвидация мемориала, конечно, всерьез угрожает нашим активностям, но мы тоже понимаем, как с этим справиться. Другое дело, что для нас не так важно и не так принципиально, что ликвидация мемориала может затронуть нас лично. Важнее то, что мемориал — это не просто символ гражданского общества, но это якорная организация, которая помогает огромному количеству людей и огромному количеству инициатив. Поэтому мы боремся всеми силами вместе с мемориалом за то, чтобы победить или как минимум затянуть этот процесс, потому что это будет очень плохо для всего общества. И, в общем-то, это тоже часть нашей миссии в таких случаях включаться и бороться, к чему призываю и всех остальных. Сколько людей за все эти 10 лет прошло через вас так или иначе? Есть ли у вас эти цифры? Они, конечно, есть. Мы обожаем циферки. Их просто нету сейчас у меня в голове. Я пару цифр помню, да, что вот в январе-феврале мы зафиксировали 11 тысяч задержаний. Что это означает? Что наши волонтеры-операторы поговорили, там, не знаю, 30 тысяч звонков не только с самими задержанными, но и с их родственниками иногда по многу раз. И вот это количество задержанных — это примерно столько, сколько обычно мы фиксируем за 2-3 года. А вот можно считать, что, наверное, 1050 человек, 50-80 тысяч человек мы поговорили и написали про них, показали правую помощь, я думаю, там, 10 тысячам человек, вот что-нибудь такое. Но прямо вот сейчас цифры не помню. Последняя цифра, которую я помню, что только в этом году, 2021-м, в ЕСПЧ мы подали более тысячи жалоб задержанных. И еще одна цифра, что более 100 тысяч человек поддерживают нас рублем, из них более 20 тысяч ежемесячно. И для нас это тоже не просто деньги, это сообщество людей, которые поддерживают нас, разделяют наши ценности и таким образом присоединяются к общественному действию. Это ОВТ Институт, совершенно верно. А сейчас вы услышите наш разговор с Дарьей Моторой, главой отдела мониторинга. Даша, привет. Привет. Расскажи, как выглядит повседневная рутина какого-нибудь человека, который словно сидит на горячей линии. Обычно это три дневных смены, и в зависимости от того, какая смена, она может немножко различаться по длительности, но это от шести до восьми часов. И вы либо принимаете звонки и отвечаете в боте, либо вы, наоборот, мониторите сайты и пишите новости. И также у нас есть ночные смены. Самая, наверное, интересная часть работы ОВТ Инфо в некотором смысле. На ночных сменах вы отвечаете точно так же на звонки и сообщения, но это может произойти в любую секунду ночи. Люди, которые работают с такого рода обращениями, будь то в бот или на горячую линию, ну, в общем, это, мягко говоря, психологически непросто. Вы как-то работаете с психологической составляющей такой деятельности? Да, мы стараемся с этим работать, чтобы наши операторы не чувствовали себя вымытанными и опустошенными, когда выходят на работу. Есть обучение о работе на линии и возможность регулярно консультироваться с психологом. Вот, поэтому, с одной стороны, мы стараемся так выстроить рабочие процессы, чтобы ответ на горячую линию или бот просто не занимал много ресурсов, потому что многие вопросы, которые нам задают, они достаточно типовые. И мы стараемся максимально упростить для оператора вот эту деятельность на линии. Бывало у вас такое, что оператор сталкивался с какой-то такой тяжелой ситуацией, когда ему звонят, он слышит, что совершенно дикое, что-то такое. Да, такое бывало, мне кажется, у каждого мониторщика. А есть какие-нибудь примеры, которые можно рассказать? Да, у меня была однажды история на смене, когда позвонила женщина, которую водили из квартиры, хотели отвезти ее на допрос. И если бы ее увели, то ее дети оставались бы одни, поэтому она звонила в совершенно жутком стрессе. И отвечать на такие звонки действительно бывает тяжело, потому что нужно не растеряться и не поддаться такой же панике, как и звонящий. И в этот момент что-то сообразить, куда мы можем перенаправить. А если мы не можем перенаправить, то сразу дать какие-то общие инструкции, что делать на обыске, что делать на допросе. У меня была смена с 22 января и с 23. Я отвечала всю ночь на звонки, потому что многие люди увидели наши сообщения в боте, что мы советуем подготовиться к акции, записать наш телефон в горячей линии. И многие на секунду буквально нам звонили, чтобы, видимо, там вызов был, чтобы наш телефон остался последним в списке набранных номеров, и можно было в случае задержания быстро перезвонить. Здравствуйте, ВДИНФО. Спасибо. Я просто проверяю связь перед митингом. Спасибо большое, ребят. На связи. Но проблема в том, что мы перезваниваем на все пропущенные вызовы. И вот в ночь с 22 января я перезвонила очень многим людям, которые просто говорили, что я набрал ваш телефон, чтобы запомнить. В январе через горячую линию ВДИНФО прошло больше 15,5 тысяч звонков. И это было почти в 13 раз больше, чем в декабре 2020 года. Но зимой, на самом деле, большую часть звонков приняли волонтеры, потому что, конечно, там наша группа мониторинга сейчас насчитывает 14 человек. Но перед дарскими протестами у нас работало 7 или 8 мониторщиков. Несмотря на то, что у нас огромное сообщество волонтеров, которым мы безумно благодарны, потому что без их работы ВДИНФО не смог бы функционировать в такие массовые акции, даже этого количества волонтеров зимой не хватало. И количество звонков, на которые мы не смогли ответить, было очень велико. А вот из тех, на которые вы ответили, есть ли какие-то данные по выхлопу условно? Ну, к вам обратились, вы помогли. Вот эти вот успешные, счастливые, счастливый конец. Ну, смотря, что начинается счастливым концом, потому что нам звонят с разными ситуациями, то есть нам может звонить родственник, которому нужно ответить, там, где его близкий человек, в каком отделе он находится. И тогда счастливый конец, это оператор просто ищет этого человека в наших данных и сообщает, где он находится. Алло, добрый день, ВДИНФО, я вас слушаю. Добрый день. У меня друзья, муж и жена на Тверской гуляют, и перестали отвечать, я за них волнуюсь. Можете записать фамилии? Бывает так, что к нам обращаются там из-за задержания, и мы ведем человека вот по всему этому длинному пути, от составления протокола до суда первой инстанции, потом апелляции, и потом подаем жалобы в Европейский суд по правам человека. А в каком процентном соотношении дела доходят? В каком процентном соотношении доходят до СПЧ? До СПЧ, да, по сравнению с тем, сколько заводится. Это довольно маленький процент, но он все еще есть. И только те, кто доходит до суда, получают с одной стороны возможность потом дойти уже и до СПЧ, а с другой стороны получают возможность доказать, что они невиновны и прекратить дело. И тут опять же кто-то не считает нужным возиться с документами и составлять эту жалобу, кто-то не успевает в эти сроки 6 месяцев, и они, кстати, будут еще сокращаться до 4, поэтому это может тоже повлиять на количество людей, которые дойдут до конца. Вот, поэтому подсчитать тяжело, вот, но мы стараемся просто каждому задержанному рассказывать о такой возможности, рассказывать, почему это важно, и всячески помогать в том, чтобы человек обжаловал решение до того момента, когда он не получит справедливое рассмотрение. Ну, в общем, и нам остается только сказать людям, не бойтесь идти до конца, не оставляйте, не опускайте руки, звоните в ОВД-Инфо, вам там все расскажут, объяснят и помогут. Это ОВД-Инфо, совершенно верно. Еще к нам в студию пришел Леня Драбкин, координатор ОВД-Инфо, и вот чем конкретно он занимается. Я занимаюсь тем, что пытаюсь как-то соединить между собой наше огромное количество направлений и какой-то общей координации, пытаюсь связать нашу ежедневную рутину и какие-то наши долгосрочные планы, чтобы то, что каждый из нас делает каждый день, как-то влияло на то, чтобы мы двигались к своей миссии, чтобы в России было меньше политических репрессий. Думаю, вот об этой связке. Интересно получается. Ты упомянул разные направления вашей работы. Давай мы конкретизируем. Ну, у нас есть миссия, которая, значит, говорит о том, что мы хотим, чтобы в России не было преследований по политическим мотивам, и чтобы они были невозможны сейчас и в будущем. Так вот, если мы говорим про сейчас, про людей, которые уже столкнулись с какими-то неприятностями, когда их задержали на митинге или где-то еще, этим у нас занимаются два направления. Во-первых, собственно, самая понятная часть это юридическая помощь. У нас есть координаторы адвокатов, которые координируют юристов и адвокатов по всей стране. И таких адвокатов, которые с нами сотрудничают, их десятки, если не сотни. А вторая часть помощи тем, кто сейчас столкнулся уже с какими-то преследованиями, это огласка. Потому что наш лозунг «Эта информация защищает», и это вот мы существуем 10 лет, и примерно с первого дня это и было наше кредо. Потому что мы верим, что если какой-то факт политических репрессий передает согласие, если про это знает общество, то это уже само по себе защищает человека. Я в этом месте всегда говорю про то, что мы в каком-то смысле фонарь на улице, потому что вы когда идёте домой ночью, и есть две стороны улицы, одна освещена, а вторая нет. И в общем они одинаковые, одинаковый асфальт, одинаковые, не знаю, деревья, но однозначно вы себя чувствуете более безопасно в том месте, где есть освещение. И если с вами что-то произойдёт, про это всё увидят. И в общем, да, мы своего рода фонарь гражданского общества. Но вы, получается, на самом деле за 10 лет стали уже медиа, и вас часто называют медиа, которые включают в ряд с медиазоной, с какими-то сейчас уже независимыми СМИ и так далее. Вы сами себя так называете? Конечно, мы называемся независимый правозащитный медиапроект, и слово правозащитный настолько же важно здесь, как и слово медиа. Но вообще говоря, у нас есть ещё пара направлений, продолжая, и как раз медиа в более классическом понимании, там, разбор каких-то кейсов, анализ каких-то практик, это всё мы делаем тоже не просто так, а потому что мы хотим создать в обществе спрос на изменения. Мы хотим, чтобы люди узнали, что вообще чего-то происходит не то у нас в стране, и чего-то можно улучшать, чтобы на это был реально какой-то запрос, чтобы люди не просто возмущались происходящим, а люди бы понимали природу политических репрессий, и тем самым мы работаем в долгую, потому что, да, можно защитить людей, которые сейчас попали в неприятную ситуацию, но чтобы были какие-то системные изменения, мы должны работать с обществом. И, соответственно, ещё одно наше направление заключается в написании каких-то докладов и продвижении каких-то идей, предложений по улучшению правоприиментной практики и законов среди достаточно узкой аудитории, в которую входят, не знаю, депутаты Госдумы нынешние, исследователи, аспиранты, которые занимаются этой проблемой, и мы всегда говорим, что мы хотим, чтобы наши доклады читали будущие законодатели, чтобы, когда у них появится законодательная власть, возможность чего-то менять, они бы уже знали, чего делать, уже узнали, как что-то менять. Да, вот это вот какое-то наше такое направление, чтобы не просто широкая общественность как-то требовала, но и чтобы была какая-то экспертиза по тому, как это надо делать, потому что, естественно, нам кажется, что все очень плохо и нужно просто перестать делать плохие вещи, но все гораздо сложнее, потому что в каких-то плохих вещах, которые происходят, задействованы миллионы-миллионы людей, чиновников, полицейских, просто граждан, какие-то там уже настроены так механизмы, которые за один день не сломаешь, и нужны какие-то реально качественные системные изменения, чтобы действительно права человека чуть больше защищались в нашей стране. Один из последних докладов, который вы выпустили, это доклад о том, как применение закона об иностранных агентах в принципе дискриминирует в самых разных возможных областях и направлениях. Мы обязательно добавим ссылку на этот доклад, он большой, очень подробный, в описании подкаста и ее ищите. К тебе вопрос такой, что дальше? Вот он есть, что вы хотите добиться, куда вы его понесете условно? Добиться мы хотим того, чтобы закон об иностранных агентах отменили, но вообще говоря, если как раз почитать доклад, вы узнаете, что это не закон об иностранных агентах, а законы, потому что их много-много-много, и это одна из проблем, которые там есть. Конечно, мы видим, что спрос на этот доклад, спрос на анализ, он большой, опять же, среди исследователей, среди людей, которые занимаются темой прав человека, и среди, в общем-то, мы знаем, некоторых чиновников, достаточно депутатов, ну, в общем, разных людей, принимающих какие-то решения, потому что, пожалуй, что это первое такое глубокое исследование закона об иностранных агентах, и там есть, несмотря на то, что нам кажется, что там, ну, как-то вот есть эти списки на сайте Минюста, и как бы, ну, вот как бы и все. Но на самом деле там очень много таких вещей, которые и для нас тоже были открытиями о том, насколько жизнь меняется у людей и организаций после этого, и опять же там, то, что сейчас происходит с мемориалом, это, в общем, прямое следствие закона об иностранных агентах, и, да, мы хотим, чтобы то недовольство, которое есть у общества этим законом в иностранных агентах, чтобы оно чуть лучше канализировалось, чтобы чуть лучше было понятно, в какие места именно проблемные, да, потому что одно дело говорить, какой плохой закон, другое дело говорить, это плохой закон, потому-то, потому-то, потому-то. В общем, да, я очень рад, что этот доклад читают, всем тоже советую, там есть какая-то краткая саммори, потому что он большой, его долго читать, но, в общем, да, где-то есть разные саммори, и, да, мы надеемся таким образом достучаться до, в общем, до всех, в частности, до наших властей, которые, мне кажется, в общем, начинают все больше и больше обращать внимание к недовольствам общества, и мы хотим сделать так, чтобы применение закона об иностранных агентах было очень невыгодно нашим властям. Вообще, про ваше взаимодействие с властями. Есть ли оно какое-то, ну, более или менее прямое? Ну, то есть, вопрос такой, ОВД-инфо и условное ОВД, или власти, или депутаты, какие-то, ну, возможно, прямые обращения, разговоры, договоренности, насколько про вас вообще знают, насколько вами интересуются, насколько вас читают, вопрос скорее в том, в общем, реально ли достучаться. Я думаю, что реально, ну, про нас точно знают, вот 29 сентября мы получили подтверждение об этом, когда увидели свое название на сайте Минюста в одном из списков. Какое у нас взаимодействие? Конечно, это одна из проблем. То есть, мы вообще хотим взаимодействовать с властями, рассказывать о проблемах, предлагать какие-то изменения. Но, да, всем известно, что, в общем, у нас текущие власти не самые контакты. Бывают, то есть, есть какие-то уполномоченные по правам человека в регионах. Мы вот пытаемся до них тоже сейчас достучаться, рассказывать там, да, в общем, тему иностранных агентств среди них поднимать. Кто-то на это откликается, но это скорее исключение, к сожалению. Да, то есть, глобальнее говорить, конечно, мы, когда видим какие-то проблемы, то мы направляем запросы в разные регионы. Вот, условно говоря, кажется, в 2020 году мы направили достаточно большое количество запросов по митинговым законам, законам о свободе собраний, потому что многие региональные законы противоречили федеральному, и мы на это указывали, говорили, что вот, типа, в вашем региональном законе говорится, что нельзя митинговать на площади Ленина, но вообще-то в федеральном законе четко прописано, что так делать нельзя, нельзя прописывать какие-то конкретные адреса, по которым нельзя митинговать. Это, как бы, может быть, кажется мелочи, но многое было исправлено. Не все, не все, но что-то исправлено. Вот, поэтому в целом мы, конечно, хотим как-то общаться с людьми, которые принимают решения у нас во власти. У нас никогда это не строится на каком-то взаимовыгоде, да, мы просто доносим свою точку зрения, может быть, она как бы будет принята, не будет, но как бы там мы ничего взамен не обещаем, естественно. Раз уж мы заговорили про иноагентство, в двух словах, как оно отражается на вашей работе? Ну, в двух словах сложно, у нас доклад на 90 страниц про это, вот, но именно наше иноагентство отражается на нашей работе. В общем, следующим образом, что вот 29 сентября нас внесли в список и уровень тревожности в нашей команде увеличился, и это неприятно, да, потому что, к сожалению, ну, как бы все методы репрессий направлены на то, чтобы мы стали хуже делать то, чего мы делаем. Мы с этим боремся. Когда у нашей команды увеличивается уровень тревожности, даже, может быть, без причины, это сказывается на работе. У нас суперклассная команда, поэтому, естественно, мы это все уже пережили и, в общем, даже не помним про это, но, да, как бы один день был вычеркнут из жизни. Мы делали что-то менее эффективное. А как вы с этим справились? Что вы делали? Ну, мы, как бы, во-первых, надо понимать, что это для нас не было сюрпризом. Ну, как бы, не потому что у нас были инсайды, а потому что это был, понятно. И мы еще, если не ошибаюсь, в августе, может быть, даже в июле мы написали заявление на тему нашего инагентства. И у нас просто, как бы, там нужно... И мы уже через час после этой новости мы уже его выпустили в соцсетях, достаточно сильное, в котором, в частности, говорится, что ОВД-инфо, конечно, признали на агентов это плохо, но, в общем, проблема не только в ОВД-инфо, а вообще в законе об иностранных агентов. Ну, конечно, мы как-то, мы много говорим в такие моменты мы всегда сплочаемся в команде, потому что, в целом, работа ОВД-инфо такая сезонная, да, как политические репрессии происходят каждый день, но мы знаем, что бывают какие-то отдельные акции, митинги, когда, ну, в общем, это, короче, это жесть. И это так было всегда, все 10 наших лет, и в эти кризисы мы как-то активизируемся, работаем гораздо лучше, и тот же кризис с инагентством, и тот кризис, который там сейчас у нас, это момент, где мы свою злость и агрессию канализируем в правильное, эффективное русло и просто начинаем работать больше, потому что пошли не нафиг хотеть, чтобы мы работали хуже. Какие самые жесткие моменты в работе штаба ты можешь вспомнить? Ох, двумя словами не описать. Конечно, вот январь, значит, 23-е, 31-е, 2-е февраля, это было, в общем, время, когда, ну, в общем, мы работали 24 на 7, мне кажется, за это время порядка 600-700 волонтеров нам помогали, ну, в общем, это был первый раз в нашей истории, когда мы просто даже не смогли посчитать их задержанных, то есть там мы как бы насчитали там, по-моему, 23 января что-то вроде 5, там, с половиной тысяч задержанных, если не ошибаюсь, а потом МВД или кто-то выписал заявление там спустя полгода, где по их статистике я оказался, что у нас заниженная статистика, типа, это просто невозможно, мы даже не то, что там помочь им, даже сосчитать им не могли, потому что и это какой-то ужас, вот, мы как бы старались, лезли из всех, в общем, лезли из кожи вон, чтобы это все сделать, как-то чего-то у нас получалось, мы проделали колоссальную работу, но не только мы, да, у нас вообще говоря, мы понимаем, что все то, что мы делаем, невозможно сделать нам одним, да, мы все делаем в кооперации, мы пишем новости, чтобы новая газета их перепечатывала, чтобы на них ссылалась, чтобы читатели новой газеты, да, знали о происходящем, как-то реагировали, и, в общем, у нас, это как бы для нас вообще важнее всего, потому что мы часть гражданского общества, только гражданское общество целиком может победить разную роль проблем, в том числе политические репрессии, что-то я говорил, а, самые жесткие моменты по штабе, да, ну, тогда это была работа, ну, вот, как бы тоже важно понимать, что для многих, как бы вот есть эти три даты, когда были митинги, но для ООД-Инфо, то как бы все только начинается, да, мы до сих пор у нас, потому что человека задерживают, потом на следующий день, условно говоря, у человека суд, потом у него апелляция, и он как бы еще сидит эти сутки, потом, значит, тянется там ЕСПЧ, потом у кого-то опять начинают суды, потому что, да, тех, кого арестовывают, у них суд прям сегодня или завтра, а те, кому дают, ну, как бы штрафы, там суд может быть через три месяца, в общем, через сколько-то, и мы до сих пор сейчас находимся под завалом от тех акций, да, потому что было задержано 17 тысяч человек за три акции, мы всем пытаемся помочь с подачей жалоб ЕСПЧ, например, мы, мне кажется, по тем акциям порядка 600 жалоб уже подали, но еще как бы много работы впереди, опять же, это только то, что на поверхности, а еще есть история с освещением этого, с адвокацией, с артикуляцией вот этих проблем на разные аудитории, есть какая-то, ну, у нас большая IT-инфраструктура, потому что без нее мы никак не справились, в общем, это большой-большой шлейф, который у нас как бы тянется до сих пор, плюс, да, там был, мы там только-только начали отходить после февральских, январских акций, была 21 апреля, да, ну, были еще акции в поддержку Навального, и тогда в Питере было много задержаний, а потом начались приходы домой к людям к людям постфактум, потому что их там по камерам увидели и, в общем, приходили домой, и это тоже огромная-огромная работа. Но и текущая история с исками прокуратуры к мемориалу, это, конечно, тоже хайлайт, мы вот 23 дня назад узнали о том, что подано ист, и это 23 дня работы без выходных. Как вы ощущаете возможную ликвидацию мемориала? Вы принимаете это как что-то неизбежное дело времени или все-таки что-то, что можно изменить? Все можно изменить. Я думаю, что все в наших руках. Мы у нас как бы сейчас мы работаем по двум направлениям в контексте этого кризиса. Это попытка все же не допустить ликвидации мемориала. И второе, это подготовка к худшим сценариям. Рассчитываем на лучшее, готовимся к худшему. Мы видим, что про мемориал говорят много, говорят разные, не самые очевидные люди, огласка есть, но нам нужно еще поднажать, потому что, с одной стороны, очень здорово, что отложили суды, и это дает нам, это, во-первых, дает нам сигнал, что решение еще не принято. Это, с другой стороны, дает время нам как-то раскачать эту тему в обществе. С другой стороны, к сожалению, естественно, есть риск затухания, потому что время проходит, и люди уже не так остро реагируют, но наша задача это все поддерживать, что на это обращали внимания. Я думаю, что сейчас огласка у этого кейса хорошая, но надо еще лучше, и мы прикладываем все усилия. Естественно, я просто говорю за ОВД-инфо, потому что я работал в ОВД-инфо, но, естественно, мы это не одни делаем, это наша общая задача, в которую очень много людей и организаций, и СМИ, и НКО вкладываются, и да, мне кажется, есть шансы на хороший исход, и самое главное, что это реально зависит от нас. На месте наших слушателей у меня бы сейчас возник вопрос, как каждый из нас может хоть что-то сделать для того, чтобы помочь. говорить, 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 говорить про это, потому что 10 лет лозунг нашей работы информация защищает, и здесь все то же самое. Мы должны про это говорить, кричать, репостить, делать аватарки в Фейсбуке с подписью «Мемориал». Мы должны рассказывать своим друзьям, знакомым. Можно подписывать петицию в поддержку «Мемориала», можно подписывать петицию против закона об анагентах, на это смотрят, там цифры идут на сотни тысяч, это заметная штука, можно приходить в суды, поддерживать, да, как бы не всегда пускают туда, но попытаться всегда можно, это, в общем, законное право. Понятно, сейчас часто ссылаются на пандемию и иногда какие-то маленькие залы, но, короче, попытаться всегда стоит зайти на суд, который будет у Международного мемориала 14 декабря и 16 декабря у Пророчиненного центра мемориала. Ссылки на все петиции мы обязательно повесим в описании подкаста тоже. Спасибо большое, Леня. А вообще, имеете право задерживать? Пожалуйста, сотрудниками сильно не отчаясь. Вам спасибо. Да. Ну, все, окей. Хорошо, до свидания. Под конец этого подкаста мы хотим показать вам ответ всех ребят на один вопрос. Я спросила, что бы они сказали властям в одном предложении, если бы были уверены, что те их услышат? Отмените закон об иностранных агентах. Ну, мне бы хотелось сказать властям, что я надеюсь, что когда-нибудь наступит время, когда защита таких базовых прав человека, как право на свободу слова и на свободу собраний не будет зависеть от некоммерческих организаций, которые на пожертвования этим занимаются. Вы слушали подкаст «Что нового?» Ссылки на ОВД-инфо, их доклад про иностранных агентов вы найдете в описании подкаста. Там же ищите нашу почту. Вот с нее «Собака. Новая газета», на которую мы очень ждем любых ваших писем. Вот. А еще очень-очень-очень-очень просим вас подписаться на наш новый англоязычный YouTube-канал и попросить друзей это сделать тоже. Совсем скоро ждите, там выйдет свежий выпуск подкаста «The Russian Context» про Россию, QR-коды, антиваксеров и врачей в красных зонах. Ну, а наш подкаст мы по классике просим лайкнуть везде, где вы его слушаете, и написать комментарий, если вдруг вы это делаете в YouTube. Этот подкаст для вас делают редактор Арнольд Хачтуров, звукорежиссер и саунд-дизайнер Денис Никулин и я, Надежда Юрова. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok